Здравствуйте! Рады приветствовать вас на нашем канале Капитошка Трипс, канал о путешествиях, туризме и активном отдыхе. Продолжаем наше увлекательное путешествие из Москвы в Дагестан на машине и вторая наша остановка – город Волгоград. В город приехали к вечеру и отправились знакомиться с городом-героем. Первым делом отправились на центральную набережную, где нас встретила одно из главных украшений набережной – фонтан искусства. Набережная стала символом возрождения Волгограда, подобно птице Феникс. Дети нашли для себя развлечения на светодиодных качелях. Полуразрушенное здание мельницы, принадлежавшей до революции торговому дому Гергерда, является немым напоминанием об ужасах войны. Отсюда открывается превосходный вид на так называемый Танцующий мост через реку Волгу, соединяющую две части города. Еще обрушившаяся кровля, зияющие оконные проемы, израсшеченные пулями и осколками снарядов кирпичной стены, словно обращаются к нынешнему поколению, призывая сделать все, чтобы ничто подобное не повторилось вновь. Дом специально решили не восстанавливать. Перед домом Гергерда разместилась реплика знаменитого фонтана Бармалей. Напротив мельницы разместился символ высочайшего героизма и непоголебимости защитников Сталинграда – дом Павлова. Поднявшись под двухстам ступеням, которые символизируют количество дней битвы, нам открывается главный символ Волгограда – Мамаев курган. На самой вершине кургана возвышается грандиозный памятник Родина-Мать с поднятым мечом в руке, неистовым криком, призывающий своих сыновей встать на защиту своего отечества. Уникальная скульптура возводилась 8 лет и на момент открытия монумента в 1967 году являлась самым высоким памятником в мире. Название Мамаев курган носит исторический характер, который переносит нас во времена так называемой Золотой Орды. По одной из версий, на вершине кургана по приказу хана Мамая дежурил постоянный дозор, который осматривал с высоты окрестностей вдоль Волги и Заволжьи, поскольку недалеко находились столица Орды – Сарайберке. Первый день нашего пребывания в городе подходит к концу. Отправляемся спать. Утром отправили детей познакомиться с детской железной дорогой, однако из-за коронавирусных ограничений она была закрыта. Но мы не расстраиваемся и отправляемся кататься на знаменитом Волгоградском скоростном трамвае. Наша путешествие на скоростном трамвае начинается со станции «Профсоюзная». Красной трамвай – это один из видов общественного транспорта города Волгоград, представляющий собой гибрид метрополитена и трамвая. Поэтому его называют также подземным трамваем, метротрамом и даже Волгоградским метро. В систему метротрамвая входят 22 станции, разместившиеся вдоль одной линии длиной более 17 километров. Подземная часть линии построена по стандартам полноценного метро с тоннелями и станциями и имеет протяженность более 7 километров. Наземный участок перестроен из обычных трамвайных линий, которые связывают главные артерии города. Время в пути от центральной станции до станции, расположенной на Мамаевом кургане, на подземном трамвае, займут чуть более 5 минут. Скоростной трамвай является единственным общественным видом транспорта в России, встречающийся всего лишь в нескольких странах мира. Детям было очень интересно прокатиться на подобном транспорте. После ночной мини-экскурсии на Мамаевом кургане дети изъявили желание побывать там еще и днем. Мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане начинается с водной композиции «Память поколений». Стоит отметить, что мы не жалеем, что посмотрели и ночью, и днем Мамаев курган, потому что они абсолютно разные и это удивительно. Следующая локация мемориала – площадь «Стоять насмерть», в центре которой расположился бассейн, символизирующий Волгу, в середине которого расположена скульптура воина-богатыря, вросшего в Волжский берег. Родная земля и вода дают ему силы в борьбе с врагом. Стены руины – это две огромные стены, своеобразные руины разрушенного, но не покоренного Сталинграда. Стены покрыты различными изображениями, в которых символика и аллегория сочетаются с реальными образами и эпизодами. Двигаемся далее и попадаем на площадь героев, где расположился прямоугольный бассейн, символизирующий Волгу. С одной стороны его обрамляет стена в виде развернутого знамени, на котором начертано. С другой стороны бассейна находятся шесть скульптур, которые повествуют о мужестве воинов, их силе духа и любви к Родине. Проходим через зал воинской славы, на стенах которого высечено 7200 имен героев-защитников города. В центре зала – рука погибшего героя, передающая следующим поколениям вечный огонь жизни. У вечного огня в карауле стоят солдаты, роты почетного караула Волгоградского гарнизона. На площади скорби – скульптура «Скорб матери». В безграничной скорби и печали склонилась мать над телом погибшего сына. Его лицо покрыто знаменем – это знак, отданный ему последней воинской почести. У подножия скульптуры – небольшой бассейн, который символизирует слезы всех матерей, оплакивающих, не вернувшихся с поля боя сыновей. На главной высоте России расположился храм всех святых. Строительство храма, посвященного всем павшим ради спасения Отечества, ввелось на добровольные пожертвования. 1 мая 2005 года храм всех святых был торжественно открыт. Перед храмом всех святых расположена братская могила, в которой покоятся останки воинов 62-й армии, захороненных в дни боев за Мамаев-Курган. С подножья памятника Родины-Мать открывается завораживающий вид на реку Волгу и часть города. Отчетливо понимаешь масштаб памятника на фоне людей, стоящего у его ног. 85-метровая скульптура поражает своей величественностью, выразительностью, отражающая силу, отвагу и героизм защитников Сталинграда. Финальным аккордом посещения мемориала на Мамаевом Кургане стала смена караула. Четкими, отлаженными действиями караул отмаршировал по площади скорби, отдавая дань своим великим предкам. Стоит отметить, что погода была жаркой и дети немного утомились. И после посещения мемориального комплекса расположился современный парк с фонтанами, которые и привлекли внимание наших дедов. Ах, лето! Солнце понемногу садилось, и мы отправились посмотреть Казанский собор, один из красивейших городских храмов. Однако он уже был закрыт. Проехались по танцующему мосту, провожая солнце. Встретить закат мы решили в необычном месте. И мы отправляемся к самому высокому в мире памятнику Ленина, который находится в Красноармейском районе, на набережной реки Волги. Памятник Ленину стоит у входа в Волгодонский судоходный канал. На набережной нас встретил поистине красочный и завораживающий закат. С двух сторон от памятника гранитные лестницы, ведущие к широкой площади у подножья памятника. А оттуда спускается широкая лестница к самой Волге. Позади памятника расположился широкий бульвар имени 50-летия Октября. Высота памятника вместе с постаментом составляет 57 метров. Стоит отметить, что постамент намного старше фигуры вождя. Ранее на месте Ленина был совершенно другой политический деятель – Сталин. Всего 9 лет Сталин глядел вдаль реки Волги. Вот таким насыщенным и увлекательным получилась наша вторая остановка в большом путешествии из Москвы в Дагестан на машине. Лучшей вашей оценкой и наградой за наши труды будет подписка на наш канал, лайк и, конечно же, комментарий. Оставайтесь с нами, ведь впереди у нас много интересных и удивительных путешествий. Пока-пока! Капитошка Трипс!